Знаете, мы получаем постоянно свидетельство отовсюду, как Бог действует. И я повторяю это только с одной целью, чтобы каждый из нас понимал, что мы с вами находимся в живом служении. То есть это не литургия, это не действия какие-то человеческие, а Бог что-то совершает через эти молитвы, через это снаряжение, через эти собрания. И мы очень это ценим. Перед тем, как мы будем молиться об исцелении больных, вот, а мы всегда молимся об исцелении больных. Я, такое, краткое дам наставление, пять минут. Это даже больше снаряжение. Успех в исцелении больных. Зачем он нам нужен? Знаете, ответ очень простой. Вспомните, во что верили люди во времена служения Иисуса, которые получали от Него исцеление и чудеса. Во что они верили? Это очень хороший вопрос. Если я спрошу сегодня, во что верите вы, вы скажете, ну, Евангелие, там, от Матфея, 10 глава, 10 стих, от Еврея, послание к Евреям, 11 глава, 1 стих. Нет, а во что верили они? Иудея, Галилея, Самария, когда ходил Иисус. Вообще-то это был парень, которого они знали. Они же говорили, мы знаем его отца Иосифа, мы знаем его матери зовут Мария. Между нами его братья, они перечислили их имена, его сестры между нами. Они видели, как он до 30-летнего возраста со всеми приходил в Иерусалим каждый год на поклонение. Это был молодой человек, помощник своего отца, плотника, который вырос с ними. Во что они верили тогда? Во что они верили? Тем более, там, где он жил, в Галилее, вообще его все знали. Он для них был, вот как вы с кем-то прожили на улице вместе 30 лет. Потому они говорили, мы знаем его, кто он. Во что они верили? На чем была основана их вера? И если мы будем очень внимательны, то очевидно, у них тогда еще не было Евангелия написано, и Агнец Божий еще не стал. С заместительной жертвой за грехи мира. Во что они верили? Откуда у них была вера? Это были язычники, грешники, самаряне. То есть они не были частью синагог, еще чего-то. То есть это он позже уже еще и другим стал служить. А вначале кому он служил? Галилея. Так вот, они просто видели, что какой-то молодой человек имеет власть, исцелять больных, изгонять демонов. У него получается. Они видели молодого человека, 30 лет, которому прикасались, и люди исцелялись. Или он кому-то говорил слово, люди исцелялись. Он сказал, демон вышел. Они видели просто человека. Иисус называл себя везде сын человека. Самарянке он сказал, я тот, кто должен прийти и спасти мир. Я тот, кто с тобой говорит, Мессия. А всем он говорил, я сын человека. То есть он повторял их верование. Я Иосифа сын. Он говорил, я сын человека. Он не говорил, я сын Божий. Я сын человека. Иосиф мой отец. Ну, он им так говорил. Так вот, он их запутал конкретно, да? Так вот, во что они верили, друзья? Их вера была не основана на писаниях. Основана на том, что они видели и слышали. О, кто-то исцелился. О, ты уже не хромаешь. Да, вчера вот этот парень длинноволосый Иисус. Есть ли там еще какие-то рыбаки? Он дотронулся до меня. Где он? Там где-то. Мы идем туда. То есть люди толпились. Люди его слушали. Внимали его словам. Окружали его, потому что он отвечал на их нужды. Он их исцелял, освобождал. Иногда кормил. Поэтому вот почему, я говорю, мы молимся об исцелении. Будем молиться об исцелении. Будем совершать чудеса. Это ключ к тому, чтобы люди, они увидели Бога живого. Увидели Иисуса живого. Это ключ для того, чтобы люди смогли действительно открыть ухо и послушать тебя, а не послушать свою религию, своих отцов или культуру, в которой они живут. Чтобы они могли послушать тебя, потому что ты им можешь дать ответ. У тебя для них есть решение. Потому мы должны снаряжаться в исцелении. Такое длинное вступление, да. Ну, успех в исцелении больных, он должен быть у каждого из нас. Давайте скажем, я должен быть успешен в исцелении больных. Ничто не раскрывает сердце человека, слышать тебя, когда он видит, что у тебя есть ответ для него. Когда кто-то приходит и говорит, ты знаешь, мой ребенок умирал, я пришел к этому человеку, он возложил руки, теперь мой ребенок жив. Ничто не располагает сердце людей внимать и слушать такому человеку. Потому что они понимают, что это мой шанс, это моя надежда остаться в живых. Это шанс, что мои родственники будут живы. Это шанс, что все изменится в моей жизни. Люди не думают о возвышенном вначале. Они хотят решить свои проблемы, хотят решить свои нужды, хотят жить. Это самая большая потребность человека. Человек хочет жить. И мы с вами. Почему Иисус учеников когда посылал, первое, что нам сказал, идите исцелять те больных. Он не сказал им, говорите им о баде, говорите о грехе. Первое, говорит, идите исцелять те больных. И проповедуйте им, что царство приблизилось. Изгоняйте демонов. То есть он знал, что нужно делать. И потому служение Иисуса тоже началось с чудес. Итак, успех в исцелении больных. Нам он нужен. Обязательно. И не говорите, что у меня другое призвание, на мне другое помазание. Я призван всю жизнь сидеть, играть на гитаре, петь. В следующее служение я буду рассказывать свою историю, как я уверовал, покаялся в Господа. Очень интересная история. Единицы знают детали, как я пришел к Господу, что перед этим было и какие были интересные вещи. Это очень важное учение будет. Но я сейчас о другом. Не говорите, что вы бизнесмен, не говорите, что вы администраторы и так далее, и так далее. Вы должны быть успешны в исцелении больных, иначе вы не будете успешны в благовестии. Что благовестие без исцеления, без освобождения – это не благовестие. Это частичное Евангелие. Евангелие – это и есть добрая новость. Ты хочешь человеку не просто рассказать о чем-то, ты хочешь принести что-то в его жизнь. Тогда он пойдет за Иисусом. Если ты ему расскажешь только, он не пойдет за Иисусом. Потому что много сегодня людей, организаций, движений, религий, которые рассказывают что-то о том, как хорошо, где-то будет когда-то. Христианство дает сегодня и сейчас ответ. И вот, наблюдая за все эти годы служения, за людьми, которые движутся в исцелении, я пришел к выводу. Что если смотреть за короткий промежуток времени, примерно у всех одинаковые результаты. Если за короткий промежуток смотреть, например, месяц, у всех будут примерно одинаковые результаты в процентном соотношении в исцелениях, в чудесах. Но если смотреть в промежутки более длинном, год, три, пять, десять, то будут совершенно разные цифры и совершенно разные результаты. И важно смотреть на большой промежуток, потому что в коротком промежутке это вообще не показатель. Человек может просто один месяц пока бездействовать, занятый чем-то другим, а другой в этот месяц может активно действовать. И уже весы изменятся. И вот я, наблюдая за разными людьми и сам, проверяя, экспериментируя разными путями, экспериментируя разные практики и способы, пришел к окончательному выводу, я подчеркиваю, окончательному, что самый лучший путь для больших результатов в исцелении больных, это все-таки путь веры. Это самый результативный путь чистой, простой веры. Это когда ты говоришь о несуществующем, когда ты делаешь невозможное, когда ты действуешь с ожиданием что-то увидеть. Я хочу, чтобы вы поняли разницу между другими путями. Есть другой путь, когда люди говорят, мне Бог должен показать этого человека, мне Бог должен проговорить, я должен в сердце почувствовать, или мне нужно создать атмосферу, мне нужна специальная песня, которая будет долго петься, я должен почувствовать электричество. Есть разные пути. Одни говорят, я не буду молиться, пока человек не покается, только тогда буду молиться. Другие говорят, я не буду делать того, пока я не увижу вот это, пока я не увижу веру человека и так далее. Есть много разных путей, и все они нормальные, все они работают. Но самый результативный путь, я повторюсь, это путь просто сухой, чистой веры. Уверенность в невидимом, действие в невозможном. Это самый результативный путь. То есть он из всех людей, которые творили чудеса, известные нам, человечеству, это люди были именно вот такие. И у них в промежутке их жизни, сколько они сотворили чудес, или Бог сколько через них сотворил, у них было больше всего чудес и исцелений. Это путь веры. Когда ты видишь исцеление, когда его нету. Когда ты говоришь о том, что не существует. Действуешь там, где другие не действуют. И вот я вас хочу призвать и помолиться сейчас, чтобы мы именно пошли этим путем. Чтобы вы не тратили время на другие пути, если вы хотите увидеть больше результатов. Да, это нелегкий путь. Потому что здесь работает математика. Человек, который очень осторожен и молится редко, потому что ему нужны много условий, чтобы он помолился. Нужно создать эти условия. То чисто математически количество людей, за кого он молится, очень маленькое. И он меньше ошибается. Но это математика. Потому что меньшее количество людей проходит через его служение. И наоборот, люди, которые готовы всегда и везде, в любое время. То есть простой, древний способ. Чистая вера. Простая вера. Эти люди молятся за все, что движется, за все, что дышит, в любое время, в любую погоду, при любых чувствах, не чувствах. То есть эти люди готовы всегда и везде. И здесь математически попадает под руки этих людей очень много людей. Они видят много чудес, много исцелений, но и видят много неудач. Чистая математика. Больше людей проходит, больше есть и того, и другого. И вот мне понравились слова Рэнди Кларка. Они мне помогли в свое время. Я эти слова слышал 10 лет назад. А нет, может даже больше, лет 20 назад. Он сказал так. Вот есть только один тест, в котором ты можешь себя протестировать, что ты готов к настоящему служению исцеления. Он сказал, если ты готов нести боль одного неисцеленного, то ты готов к такому служению. И он пояснил, что он имел в виду. Он говорил, из 100 человек, за кого будете молиться, например, 99 будут исцелены, а один не исцелится. И он говорит, запомните, очень скоро вы забудете о 99, которые исцелились. Но один, который не исцелился, вы будете долго его помнить, и это будет болью для вас. Это будет страданием. Если вы готовы к такому, значит, вы готовы к служению исцеления. И, честно говоря, тогда я его не сильно так понял, потому что у него был большой опыт. Он был участником огромного пробуждения в Латинской Америке. В то время там вообще все горело, все пылало. У нас тогда только начиналось все в Украине. Но потом я тоже был на разных служениях, проводил много разных молитв, и я на себе это испытал, что это такое. И мне рассказали историю из последних дней Смита Вигглсворта. Это рассказывал человек, который писал о нем книгу, которого сам Смит просил, чтобы он какие-то детали после его смерти опубликовал. Потому не все знают, что было перед смертью Смита Вигглсворта. Многие знают информацию с другой книги, что он сел на креслокачалку перед камином, и там просто отошел вечность. И все говорили, как здорово, как красиво человек ушел, всем бы так уйти. Но там была одна деталь, которая в другой книге описана. Это то, о чем говорил Рэнди Кларк. Кто из вас слышал, что у Смита Вигглсворта было очень много чудес? Вообще его называют апостолом веры. И многие на нем учатся до сих пор, по сей день. И вот у него было много воскрешений из мертвых. Много было радикальных чудес. И он помог действительно большому количеству людей. Но в тот вечер, когда он ушел к Господу, их пригласили в один дом. Там нужно было, должно было быть небольшое импровизированное собрание. Ему нужно было проповедовать. Деталей никто точно не знает, что там должно было быть дальше. Но факт остается тем, что человек, который был с ним, который его сопровождал. Вот он, что написал. Он был рядом с ним. Когда мы вошли в тот дом, к Смиту подошла какая-то молодая девушка. И Смит ее узнал и говорит, о, как там ваша мама? В порядке с ней ли все? Назвал ее имя. И девушка, она начала предъявлять претензии Смиту Вигглсворту. Она говорит, вы испортили нам жизнь. Вы разбили мое сердце. После вашей молитвы. А ее мама умирала от рака. У нее была там какая-то последняя стадия. После вашей молитвы ей стало еще хуже. И она в агониях и в мучениях умерла. Лучше бы вы не молились. И его друг, который писал это потом, он сказал, что Смит побледнел, изменился в лице своем. И он сказал, мне нужно сейчас уйти в отдельную комнату, просто уединиться. И потом они его ждали, что он выйдет, пришли, а его уже нет. И Смит единственный, кому не сделали вскрытие, хотя должны были. Никто не знает причины его смерти. Но его друг, он говорит, что это был большой удар для него в тот день, в тот вечер. Большой удар. Все, забудьте об этом. Я хочу сказать о том, что это человек веры, это апостол веры. Но мы будем сталкиваться с неприятностями. Мы будем сталкиваться с неблагодарностью. Знаете, думаю, могло выстроиться тысячи человек и сказать спасибо, Смит, за твое служение, мы остались живы. Но так получается, тысячи человек куда-то деваются и не говорят спасибо, Смит. Но находится один, который приходит и говорит, вы нам испортили всю жизнь, лучше бы вы не молились за нас. И вот это груз, вот это вес, вот этого служения, радикального служения веры. Потому что другой человек не пойдет молиться. А люди веры, они везде идут, они откликаются, их тянут куда-то, они хорошо пошли, поехали туда, хорошо, поехали. Пойдем помолимся о ком? Пойдем помолимся. Они везде, они не боятся, они идут вперед. И 99 не возвратятся поблагодарить их, а один придет и будет предъявлять претензии. Ну, вот вам реальность. Но я вам не хотел сделать антирекламу служения веры. Я надеюсь, вы меня слышите. Я другое хочу рассказать, что это чистая математика. Не нужно брать это на свой счет. Не нужно забывать о 99, которые исцелились, смотря на одного, кто не исцелился и из-за которого у тебя болит душа сейчас. Не нужно забывать о тех, кто исцелился. Нужно всегда думать о тех, кому ты помог. И нужно всегда трезво смотреть на себя. Я не целитель. Я служитель великого целителя, который дал мне поручение. Я иду и делаю, как я это могу делать. Предлагаю вам подняться вместе. Я хочу помолиться сейчас. Я знаю, что моя риторика могла быть сейчас другой. Я мог наоборот говорить сейчас. Вперед, ребята! Все будут исцеляться. Все будет хорошо. Масло будет, хлеб. А сверху на хлебе будет икра. Так будет выглядеть ваше служение. Ничего не будет другого. Ничего вас не поколебает. Все будет просто всегда идеально. Но я буду обманщиком. Потому что я 30 лет в служении и исцелении. И я повидал многое. И я понимаю, о чем говорил Рэнди Кларк. И я сам переживал то, что переживал Смит Вигглсворт. Но это не останавливает нас быть людьми веры. И это не должно нас остановить. Мы должны наоборот с вами сказать отлично. Отлично. Зато 99 ходят здоровыми. Отлично. Я готов потерпеть. Я готов попечалиться немножко из-за одного. Все нормально. Но я помню об этих 99 которые получили свое чудо. Путь веры. Идите этим путем. Это стоит того. Да, если немножко нужно попечалиться это стоит того. Да, кто-то не исцелится. Но зато многие исцелятся. И последнее что я скажу. Когда-то когда у нас началось только побуждение и хлынули люди начали ехать отовсюду. Мы такие знаете на подъеме. Мы просто как волна на которой мы запрыгнули. Шуршим ветер. Чудеса просто вот как мыльные пузыри. Все происходит часто. Я отчеты пишу не успеваю. За первый месяц тысяча свидетельств. Второй месяц три тысячи третий. Помню пять тысяч свидетельств. Мы считали даже в начале сколько у нас свидетельств. За три месяца пять тысяч свидетельств я насчитал. Я сам фиксировал все. Мы на волне и поднялась другая волна. И люди начали критиковать там не буду повторять всякую ложь. Начали критиковать что это не сила Божья и все остальное. И я немножко так расстроился сел дома молился Господь. Как-то несправедливо происходит. Тут такое движение а там с нас уже прям делают каких-то прям служителей сатаны. А все из-за того что мы за телефоны молились. Чтобы они ремонтировались. А все из-за того что мы бумагу использовали ткани воду помазанную. Из-за этого не из-за грехов наших каких-то. Все из-за того что мы странные вещи люди соль проносили в церковь молились за соль они сыпали воду везде носки приносили больным то есть за это нас критиковали и это было от Господа поверьте я услышал Господь сказал запомни сынок твое служение не понравится всем но тех кому оно нужно намного больше продолжай служить Аллилуйя Господь продолжил не переживай о тех кто не свободен не всем нужно освобождение но тем кому оно нужно их намного больше продолжая сгонять демонов слава Господу Аллилуйя мы будем делать это ради тех кому это надо мы будем давать это тем кому это надо а кому не надо ничего страшного но есть кому это надо их намного больше и мы с вами их надежда потому что кто-то не пойдет к ним кто-то скажет у меня нет такой веры пусть идут эти странные из благословения отца молятся будьте этими странными и ходите и молитесь и и и и и и и Продолжение следует...